Иди отсюда! Всем хай! С вами Юджина, и сегодня мы с вами продолжаем играть в попе и плейтайм. К сожалению, в этой игре немножко кривоватые чекпоинты, и мне пришлось перепроходить эпизод с той страшной женщиной заново. Поэтому я немножко запыхался. Я, Зай, попрыгуша, давай попрыгнем, подпрыгнем до луны. Давай. На счет три. Раз, два, три! Не так уж и далеко удалось добраться. Эй, я даже не прыгнул. Снова. Раз, два, три! Нет. Не вышло. Это не прекратится, пока мы не допрыгнем до луны. Раз, два... Нет! Не смотри под ноги! Это не важно! Опять! Опять! Прыгай! Да, естественно, это до безумия все дошло. А, это что такое? Нажмите три или прокрутите, чтобы поменять руки. Опа! 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 Нам нужно будет стрелять в кого-то! Вот такую механику я не ожидал никак. И, кстати, да, друзья, спасибо большое за ваши комментарии. Вы оценили мою прическу новую. Я рад, что вам понравилось. На самом деле, тут ничего нового нет. Я всегда так стригся. Уже последние полгода точно стригусь коротко. Просто я не так часто хожу в барбершоп, чтобы стричься. И отличие еще в том, что я верх отращиваю сейчас. Отращиваю, чтобы, возможно, сделать себе кудри. Я уже говорил в Телеграме. Если вы не в моем Телеграме, то подписывайтесь. Я там говорил про то, что кудри хочу попробовать. Даже есть фотографии. Если там проскролите вверх, то вы увидите фотографии, где я себе сделал кудри. Зацените, скажете, как вам. Понравилось или нет. Или дерьмо полное. В общем, попробую я. В скором времени. Мне нужно отрасти, чтобы было много кудри. Я хочу, как у Маквысера, что было. Дофигища. А еще видел комментарии. Спасибо вам за отзыв о том, как я туплю и хожу в противогазе. Полвыпуска. Да, это есть во мне. И это будет. И я ничего не хочу слышать больше на этот счет. Понятно, ничего не хочу слышать. Давайте. Лапка. Дурацкий лифт. Чего говоришь, Райли? Да ничего. Давай уже доставим посылку и пойдем. Это тот чувак, походу. Который бесится во всех эпизодах. Ты, смотрю, не в восторге от этого места, да? Какая тут атмосфера гнетущая. Тебе не кажется, что детям не помешает солнечный свет? Не под искусственным освещением и с разрисованным небом. Черт побери, нам с этими ребятами даже говорить нельзя. Как это? Прости, Сю. Прости? Рич. Рич, которого я знаю, так не выражается. Видишь ли, я стараюсь меньше раздражаться. Жена говорит, я славный малый, но мне бы научиться держать себя в руках. Стараюсь ради нее. Рич, ты просто не такой, как все. Все говоришь прямо в лоб. Но это мне в тебе и нравилось. Правда, что ли? Таких как-то немного. Знаешь, Рич, я скоро уйду на пенсию. И меня давно просят найти себе замену. Я хочу порекомендовать на свою должность тебя. Серьезно? Да. Но пока все неофициально. Уверен, под этой маской вечного недовольства скрывается отличный парень. Честный и трудолюбивый человек. Если убедишь меня в этом, то успех тебе гарантирован. Ух ты! Я не знаю, что и сказать. Рад, что не все вокруг считают меня придурка. Не все, Рич, не все. Мне все больше и больше нравится Рич. Во всех эпизодах он на себя самое большое и пристальное внимание мое обращал. И я помню, что во втором эпизоде он оказался... его сослали в какой-то подвал, в склад игрушек, которые уже не продаются, которые сняли с продажи. И потом я вспомнил видеозапись, на которой Джек Септикай, летсплеер ирландский, снимался, где он говорил про то, что какой-то проход был открыт. Потому что швабра была вставлена как-то там по-особенному, что проход остался открыт, и там потом он увидел монстра. Ну, судя по всему, прототипа. Ну, по крайней мере, так я подумал. И я начал связывать это событие именно с этим персонажем Рич, который, возможно, из-за бесива и что-то там сделал с этой шваброй, чтобы, может быть, выпустить чудовище. Может быть, он так хотел отомстить на части за то, что его недооценивают. Оп! Но это пока только предположение. Потому что есть вероятность большая, что кучу информации я просто позабыл. из лора, и просто неправильно это связывают. Смотрите, нам нужно прыгнуть. Ладно, давайте прыгать. Что еще можно делать? Оп! Интересно, а как мы выживаем, падая с таких высот? Там что-то зелененькое, а здесь дверца не открывается. Блин, мы прям совсем в пещере уже. Как будто на экскурсии. Наверное, нам нужна вот эта. Стоп. Ну, вот эта, получается, нельзя брать. Да, только зеленый можно брать. Зеленый брать. Куда, куда, куда? Туда, туда, туда. Блин, как-то здесь темно. Для этого нам и нужен вот этот факел. Точно. Что-то случилось! Я просто сдох! Вы что, угораете? Я только что упал с такой большой высоты, а там явно платформа была. Где я? Где я нахожусь? Что-то очень далеко. Правильно? Понятия не имею. Ну, вот кассета. Она уже вставлена? Я уже проиграл ее? Это мне засчитает, как то, что я нашел пасхалку? Где она, кстати, лежала? Эта кассета я и не помню уже. Ну, ладно, черт с ней. Пойдемте. Блин, я не понял, как так с нами подло поступили сейчас. Это была просто настоящая подлянка. Ой, не разбился. Вы посмотрите. Может, нам куда-то туда, наверх? А-а-а. А-а-а, я не заметил. Ну, ладно. Я виню плохой левел-дизайн. В том, что я не замечаю очевидного. Ну, вон там свет. Тут платформы. Ну, по мне, там можно было бы что-то пойти посмотреть. Но да ладно. Я же говорил, что тупежи будут. Это я вам гарантирую. Черт, куда же там это, а? Жизнь без тупежей, без ошибок. Она аж скучная, правильно? Интересно, когда что-то вот не с первого раза. Тем более, когда я ошибаюсь, мне это доставляет смешные эмоции, короче. Хотел сказать матерное слово. Подумал, что это будет неуместно. О, начинаются пазлы. Блин, моя любимая, моя любимая в этой игре. Пазлы. Что ж, давайте-ка начнем зумить. Нужно тебя направить вот так. Хорошо. Потом. Если мы сделаем... Вот как. Погодите. Нам нужно повернуть луч, мне кажется. Возможно, его нужно повернуть вот сюда. Сначала. Будем считать, что так. Соответственно, здесь мы поворачиваем, чтобы направить ее вот туда. Отсюда мы допрыгиваем в эту сторону. Так, я даже не понимаю, куда нужно направить в целом. Ладно. Будем по ходу дела решать. Проблема. Вот так. Нормуль. Оу. Да, она будет сверху вниз. Вот сюда. Она направлена. В нужную сторону лучше направлена. Куда ты? Как-то так. Как-то так. Что, попробуем. От. Куда? Куда? Без меня ты поехал? Не понимаю. Позвольте. Подождал бы хоть немножко. Давай, цепляй. Все, стоим, ждем. Ничего здесь не упустил? Никакие секреты? Пасхалки? Коллекционные предметы? Нет? Окей. Ой, блядь, я мог упасть. Надо быть осторожным. Посмотрим. О! Черт. Знаете, подзатыльник. Он что, поклоняется? Блин. Нет, он слишком занят своим поклонением. Надо, чтобы свет был. Типа, он увидел магию. А, эта штука, видите, набирается. Ага, понятненько. Круто. У животных появляются... Да это же не животные, это игрушки изначально. У них появляется культ. Ой, он исчез. Как быстро он исчез! Я вот немножко не понимаю, зачем они... Может быть, где-то уже это говорилось и стало уже всем известно давно, но я что-то не понимаю. Вот у них есть игрушки Хаги-Ваги, например, да? Маленькая детская игрушка, которая продавалась прекрасными большими тиражами. Но при этом есть еще огромный живой монстр Хаги-Ваги. То же самое с Кэтнэпом. Почему? Вот такой у меня вопрос. Зачем нужны эти огромные версии этих чудовищ? Объясните кто-нибудь мне, я не знаю. А вот мы в Playhouse попадаем. Ну-ка, чтобы глубину посмотреть. Ага, понятно. Все. Черт! Разрабам нужно было сделать специальные места в левелах, чтобы ты мог стрелять этим факелом и смотреть, допустим, проверять глубину... Вот это впадины, например. Ну-ка, давайте. Блин, сейчас. Не глубоко. Чтобы дополнительно для игрока создавать... Ну, знаете, играть по разным фобиям. Например, фобия... Клаустрофобия. Это какая-то... Санта Клауса. Поехали! Все, стой! Привет! Я Бобби, обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Давай. Я люблю тебя до луны и обратно. Ты сводишь меня с ума. Ой, ты уже начинаешь какой-то странный подтекст иметь. Без тебя я в растерянности. Меня потеряли уже очень давно. Возьми меня с собой. Ты ведь меня не оставишь? Привет! О, боже мой. Зачем это все попадает на запись? Я не понимаю. Смотрите, здесь нужно найти VHS-кассету. VHS-кассета. Маленький шнырь пришел непонятный. Здесь наботан провод. Нет кассеты. Нет кассеты. Или есть на самом деле. Я просто ее не вижу, да? Ладно, пока нету. Чуть дальше давайте пройдем. Ага. Я так и знал. Я специально не хотел прям далеко очень уходить. Она больше не вылезет. Потому что кассеты всегда находятся рядом. Зачастую... Опа, смотрите. Зачастую в тех же комнатах. Ладно. Это... Кот Дримот. Эксперимент под номером 1188. Как его зовут по-настоящему? А, хорошо. Ну, привет, Тейл. Как поживаешь? Обычно этим занимается доктор Сойер, но... Сейчас не работает, скажем так. Так что пока мы ему не найдут замены, с тобой буду я. Для начала мои поздравления. Прошло ровно четыре года с тех пор, как ты живешь в новом теле. И ты отлично справляешься, дружок. Слышал, что после того, как и ты и другие улыбающиеся зверята... Ну, типа... Пеклопес, свинка-капризулька, траля-ля... Появились в приюте, и у тебя не получалось наладить отношения с детьми, как у других. А сейчас что? Дети тебя обожают. Тебя и твой красный дом. Дым. Понимаешь? Это же супер. Как твоя штучка для голоса? Еще сломана? Проподим, спасем нас. Тео, тебя никто не спасет. Твое место в тюрьме. Мы будем тебя выводить только ради встречи с детьми в приюте, но твой дом тут. А твой прототип живет в лаборатории. Такова твоя судьба, привыкай. Я был прав. Я был прав. Они детей пересаживают. Ну, в принципе, это, наверное, очевидно было для всех. Они детей переселяют в игрушки. Зачем? Непонятно. Возможно, это все отсылает нас к самому началу истории, когда... Людвиг, да? Людвиг, по-моему, он потерял свою дочь. И он хочет выяснить, можно ли... Можно ли вернуть ее к жизни. Хотя... Требуется ли наличие изначально живого экспериментального пациента или нет, чтобы переселить его в игрушку? Или вообще пофиг? Мы в игров... Черт. Иди отсюда. Мы же в игровом доме. Ой. Я сказал, иди отсюда. Мы же в игровом доме. А это что значит? Эй, эй. Иди отсюда, говорю. Это значит, что... Кот Дремод же здесь охотится. Я не вижу нифига. Что мы не пойдем? Так. Мерзость. Нахрен. Ой-ёй-ёй-ёй. Что-то их здесь слишком много становится. Да, ой, идите! Я не знаю, что будет, когда они подойдут ко мне вплотную. Быстрее, 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 быстрее. Спустя, быстрее, быстрее. Может быть, не стоит их копить так у себя на хвосте? А-а-а! Мерзопакостные твари! Фух. Закрыто. Ой, их слишком много становится. Все, мы уходим. Мы уходим. Мы здесь случайно оказались. Мы уходим отсюда. О, боже мой. В какую сторону. Тупик. Ладно, нет. О, тупик! У меня всего четыре выстрела. О, они сразу двое боятся-то. Давайте вот сюда пойдем, что ли? Опа. Детская горка. Уип. Отлично. Куда-то мы продвигаемся. Да. Да-да-да-да. О! Ой. Ладно, гоу дальше. Фух. Черт. Черт. Это кот-дремод ими управляет, интересно? А, нет. Здесь мы не вылезем. Иди отсюда! Ч-ч-ч-ч-ч. Ч-ч-ч-ч. Ч-ч-ч-ч. А-а-а! Блин! А-а-а. Эгоизм это скверно. А-а-а. Угу. Теперь мы знаем, что будет, если они ко мне подберутся. Ладно, у нас был чекпоинт прямо вот в этом же месте. Это меня радует. Ну, давайте попробуем вот сюда залезть, что ли. Ага, смотрите. Блин! Нахрен. О, нет! Хреново проки... А-а-а. В сторону! В сторону! Черт, они очень мобильные, эти ребятки. Давайте в эту сторону. Я конечную цель не вижу. Я не понимаю, куда нужно идти. О! Они сдохли. Я их убил? Ну... Вот как? Откуда он взялся там? Мы жаждем мести. Поднимайся. Интересно, кем же работал наш протагонист? Короче, мы поняли. Нужно убежать вот сюда. Вот так. Ай, все еще здесь? Смотри. А-а-а. Блинушки. Может быть, вот сюда? Хорошо. Нажали. Все, она зафиксировалась. Very good. Нахрен. Нахрен. Вау! А-а-а! Влик, слоник! Да как вас грохнуть? Горите. Горите заживо. Черт. Нет. Вот так. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все нормально. Все нормально. Теперь давайте такой же самый путь. Но в этот раз... Да блин. В этот раз в другую сторону нужно прыгнуть будет. Окей. Идем. О-о-о! Мы не можем, оказывается, идти тут. Ладно, может быть, так пройдем? Фу. Ура! Так, че, как? А, погодите. Зафиксировалась или как? Зафиксировалась, кажется. Gonna die. Убежал, тварь. Черт, черт, черт. Есть. Я что, перебил? Ах, думал, перебил большинство. Почему? Какого дьявола? Почему эта продолжает действовать, а та нет? Ну ладно. Возможно, у меня есть ограниченное время, чтобы добраться туда. Окей, будем действовать очень быстро. Давайте, гоу. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Опять. Я не понимаю, что я неправильно делаю. А, может быть, надо нажать. Секунду. Давайте смотреть, как это работает. Вот, оно дошло. Серьезно? Так быстро. Я тебя понял. Ах, куда монстрики-то делись? Они что, все? Сдулись? Нет. Слышу, топчется где-то. Ну, как будто они уже подзабили нападать на меня. Че, работает? А что? Что работает-то? Должна, по идее, та дверь открыться, наверное. Или знаете, чем мне кажется? Возможно, мы багу словили. Давайте попробуем. Так. Да, да, да. Я... Все, все верно. Мы словили багу просто-напросто. Оп. Ладно, возвращаемся тогда. Куда? Вот сюда. Не расслабляемся. Тварина! Опять много их стало. Опа! Опа! Не трогайте меня, не прыгайте. Правильно? Или что? Ой! Ой! Быстрее, 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 быстрее. Есть. А что, вниз или вверх? Мне вообще покой дадут? Ааа, черт, надо вниз. Правильно? Тут же никак не пройти. Нет, не пройти. Why are you... Wondered... Зачем ты сюда пошел? Не знаю. Мне так показалось, что нужно сюда идти. Здесь никак не... Оп. Сжечь. Ну, на всякий случай. Капает водичка. Ой. Как будто я в бэк-румс попал только что. Эти утята ничего хорошего не несут, мне кажется. Они, возможно, могут ожить. Слышите? Серьезно? Снова? Или они надо мной сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, там какая-то красная дверь. Сейчас надо посмотреть. Не просто же так. Ну, видимо, просто так. Ладно. Мы снова в игровой. Свечи. Тут свечи повсюду стоят. Свечи. Оу-май-гад. Ты, ты же ангел Поппи. Ты здесь, чтобы спасти нас. Мне нечего больше сказать. Не здесь. Ангелочек, ты в домике Ката Дремота. В их доме. На тебя сейчас уставились миллионы глаз. Они наблюдают и ждут, умирая от голода. Они только мечтают, чтобы пробраться тебе под кожу. И сожрать тебя. Кусочек за кусочком. Чтобы заполнить пустоту внутри себя. Это существо. Кот Дремот. Прототип для него бог. И так он справляется, расправляется с еретиками. Эти игрушки, малютки, по пятам следуют за котом Дремотом, чтобы избежать той же участи. За это им перепадает еда. Мы пытались бороться с этим. Избавиться от власти прототипа. Я. Я последний из улыбающихся зверят. Слушай, тебе надо отсюда убираться. Тебе нельзя умирать. Вы с Поппи можете все исправить. Покончить с этим безумием. С пытками. Нет. 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 Оставь меня, прошу. Уходи, беги. Ура! Ура! Ааа! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу. Ааа! Господи! Они завладели им сжечь это место. Ааа! Я охренел! Поднимайся. Я офигел сейчас. Хорошо. А теперь давайте бежим отсюда. А, мы не можем больше... О, нет. Но там же тоже был спуск вниз. Мы могли эту целую кат-сцену пропустить. Пожалуйста! Пожалуйста! Отлично. Ооо! Ооо! Черт, отвали от меня! Они завладели им полностью. Куда? Ооо, нет. Как же быстро он ползет! Давай, 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 давай! Кыш! 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 Сюда, наверное. Откро... Ооо! Куда? Оо, блин! Скорей! Спасательный, спасательный туннель! В какую сторону? Не важно. Ооо! Но ведь все еще за мной гонится. А кто мне открывает эти двери? Кто мне открывает эти двери? Ой, блин! Ой! Быстрей! Ооо! Как... Как было близко! Господи! Этот эпизод настолько круче! Мне кажется, на 100% он стал лучше, чем предыдущие. Игра стала гораздо мрачнее, а по тексту гораздо серьезнее. Несмотря на то, что это такой, знаете, детско-пугающий хоррор, он становится реально серьезнее. Пекло-пес говорит о порт! Беги! Не останавливайся! Почему ты просто стоишь? Это я делал, когда катсцена только началась. Точнее, погоня. Тебе нельзя здесь останавливаться. Нельзя. О, боже мой. И эта сцена, когда его начали изнутри жрать, что-то во мне щелкнуло. Что-то меня зацепило очень сильно. Я помню, я смотрел фильм по Стивену Кингу, Мгла назывался, и там был момент, когда группа выживших зашла в супермаркет заброшенный, и там они встретили одних из героев, которые вышли из их укрытия в другой супермаркет. А, они в аптеку зашли. И они все люди, которых они там нашли, были в паутине. И вот один из них оказался живой. И когда его сорвали с паутину, он упал и начал дрожать жутко. И потом без него из живота начали пауки вылазить. Это было... О! Ты как? Травм нету? Руки, ноги на месте? Как же я рад, что с тобой все нормально. А то каждый раз так жаль, когда здесь умирает кто-то из моих друзей. Как тебе алтарь? Это Кот Дремот смастерил для прототипа. Понимаешь, для того, как Кот Дремот стал таким, он пережил какой-то несчастный случай. Он чуть не погиб. Говорят, прототип спас ему жизнь. А сам за это поплатился свободой. Для Кота Дремота прототип — супергерой, который спас это место. Так что в глазах Кота Дремота прототип прямо как бог. И Кот Дремот убивает всех, кто позволяет... Ага. Если не будем осторожны, он и нас прикончит. И этот алтарь — жутчайшее зрелище. Но это только имитация. В реальности все куда страшнее. Кстати, мы почти закончили. Я отправил тебе новый ключ. Вместо этого ты пойдешь в кабинет советника. Такой себе вариант, но горючего должно хватить. Если сможешь запустить генератор и вставить шнур в разъем, значит, миссия выполнена. Только остерегайся Кота Дремота. Обычно он прячется в тени и там, где свет мерцает. И он всегда преследует добычу перед атакой. Если вздумаешь чем-то обороняться, то он тебя обязательно убьет. И в момент, когда ты будешь слабее всего, он тебя убьет. Кот Дремот — прирожденный охотник. Удачи тебе, на связи. В тени и там, где мерцает свет. Окей. Наверное, я понял. В тени и где мерцает свет. Он имеет в виду... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это прямо здесь, значит, будет. Ну, ну в тени-то... В тени, мы здесь, в тени находимся. Нахрен тень. Ключ! Пожалуйста. Оля же сказал еще, что нужно шнур протянуть. Вот откуда шнур? Отсюда нужно протянуть? Это я случайно нажал, если что. Так вот, я там мысль свою пытался закончить насчет фильма. И что вот та сцена, где из чувака лезли эти насекомые, для меня просто... Ну, сильный на меня эффект оказала. Потому что я слишком натуралистичный, как будто бы. Понятное дело, что я никогда такого не испытывал. Я надеюсь, не испытаю. Но я как-то так ощутил это страдание. Я просто пытаюсь сейчас найти... Найти... Есть ли тут место, откуда шнур можно протянуть? Нет. Ладно, подняйте просто в то место, откуда ключ. Так вот, сильно очень ощутил. И задело меня, в общем, это заживое. Ровно как и вот эта сцена. Этот пёсик. Мне было его чертовски жаль. И мне было жутко. Вот сюда я так примерно нужно. Скорее всего. Ну-ка. Бассейн? А мы можем прыгнуть сюда? Чё-то будет с нами плохое? А, мы не можем даже сюда зайти. Ладно. Может быть, мы можем сесть? Блин. Ну, там бы особо... Нам не дали бы поплавать нигде. В любом случае, маленький бассейн. Но... Но... Стоп! А здесь всегда такой бардак был. Вот этой штуки здесь не было. Это та самая игрушка, которая поворачивалась, чтобы мы могли... Не могли батарею взять. Кот здесь устроил... А, нет, она вон там стояла. По-моему, этого бардака здесь не было точно. Облако одно упало. Здрасте. Ладно, давайте здесь мы, я думаю, тормознём. И этот эпизод с этим зданием мы пройдём в следующем видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Огромное всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые эпизоды Поппи Плейтайм. И других видосов от Евгения меня, Юджина, с прекрасной прической, которой... Очень надеюсь, что вы останетесь со мной. Спасибо вам всем. С вами был Юджин. И всем пять!